Ой, господи. Один парень в детстве застрял в доме, где был пожар. Много лет спустя его беда проснулась и превратила кафе в огромную печь. Мой дед не успел убить его до того, как все повалили на обед. Я помню, ему было 8 лет, он остался один в горячем доме, боялся, что его никто не спасет. Почему я выпустил эту беду? Я же хотел что-нибудь безобидное. Ты как тот мальчик. Чувствуешь себя брошенным. Одиноким. И никому не нужно. И ты не признаешься себе в этих чувствах. Ладно. Давай. Выбираться отсюда, пока трубы под домом не взорвались. Нет. Я не собираюсь поджаривать ни в чем неповинных людей. Ты уходи. Нет. Я нужна тебе. Тебе незачем больше играть в эту игру, Мара. Незачем притворяться, что тебе не плевать. Я покойник. Так что спасай свою жизнь, пока можешь. Я не уйду. Давай остановим это. Не брошу, Дюк. Ты говоришь, что тебе никто не нужен. Эта беда доказывает, что ты лжешь. Ты хочешь, чтобы люди считали тебя эгоистичным мерзавцем, чтобы, уходя от тебя, не догадывались, какую причиняют тебе боль. Но я знаю, как это больно, Дюк. Какой бы прочной ни была броня, все равно больно. Ты бы всего этого не говорила, если бы у тебя не было какой-то цели. Она есть. Спасти тебя. Все кончилось. Да. Почему? Потому что ты, наконец, поверил.